Следуй за мной! Следуй за мной! Пропажу конечностей у мраморной статуи обнаружили утром сотрудники Академии изящных искусств. Свидетели видели, как молодой человек пытался сделать автопортрет, забравшись на колени статуи. Ожидающей реставрации сатир не выдержал дополнительного веса и его левая нога превратилась в осколки. А тем временем краснодарцы продолжают обсуждать в интернете анонимный визит Шерлока Холмса в кубанскую столицу. Эти фото появились в соцсетях на прошлой неделе и вызвали волну недоумения. Кто же он, восклицали пользователи ВКонтакте. Или это фотошоп? Двойником знаменитости, действительно поразительно похожим на исполнителя главной роли в английской версии детектива Бенедикта Камбербэтча, оказался бармен из Астрахани Алексей Кушниревич. Молодой человек приехал в Краснодар на концерт любимой группы и сам невольно стал звездой. Хотя к этому он уже привык сфотографироваться с колоритным парнем в черном пальто не прочь каждый. А вот что он сказал нашему каналу по поводу своего визита в Краснодар. Это видео он прислал нам ВКонтакте. С вами астраханский Шерлок Холмс. Только что приехал из Краснодара, мне там очень понравилось. Особенно фотосессии в очереди на Марсов. И я скоро перейду в парк. Осталось найти Джона Ватсона, снять квартиру где-нибудь на Красное Стрит 221 Бэй и можно создавать краснодарскую версию Шерлока. Кстати, со своим звездным близнецом Алексей похож не только внешне. У астраханца тоже есть актерский опыт. Он снимался в фильме «Однажды» в родной Астрахани в 2012 году. А сейчас, как всегда, идем на медиа-разведку. Медиа-обзор прямо сейчас. Девушка с татуировкой дракона. Девушка, которая играла с огнем. Девушка, которая взрывала воздушные замки. Кажется, эта девушка свела с ума миллионы зрителей и читателей. И сегодня продолжает успешно это делать. Знаменитая трилогия шведского писателя Стига Ларсона – главный мировой бестселлер последних лет. Общий тираж романов уже превысил 63 миллиона экземпляров. Все три книги экранизированы шведскими режиссерами, а девушка с татуировкой дракона представлена и в голливудской версии. Приключения детектива-журналиста и девушки-хакера цепляют с первых страниц книги и с первых минут фильма. Ну а смотреть такие фильмы, конечно, двойнее приятнее на Blu-ray. Еще один норвежский писатель Ю Несбео и его «Охотники за головами». Честно сказать, история не для впечатлительных. Роджер Браун – блестящий охотник за головами. Незаменимый специалист по подбору топ-менеджеров для крупнейших норвежских фирм. Чтобы удержать красавицу жену, Роджер давно уже живет непосредством и, пользуясь своим служебным положением, крадет дорогие картины у кандидатов на руководящие должности. Однажды он встречает голландца класса Графа, идеального кандидата и владельца картины Рубенса. Она поможет Роджеру решить все семейные и финансовые проблемы, но внезапно охотник за головами сам превращается в добычу. Перейдем к категории «Милых товаров». Игровой набор «Клуб забавных животных» поможет вашему ребенку лучше узнать себя и максимально реализовать свои способности. Ролевая игра – это важный этап в жизни каждого ребенка, начиная от трех лет. Именно в такой форме могут определиться и будущая профессия, и хобби на всю жизнь, появиться первые друзья, а также опыт конструктивного решения конфликтов. Для взрослых и детей, для школьников и студентов, для меломанов и книголюбов. Трек – больше, чем просто музыкальный магазин. На этом прощаюсь. До следующей недели. Жду ваши сообщения и комментарии на наших страничках в социальных сетях. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok